Здравствуйте, уважаемые десногорцы! В ближайшие 10 минут о главных событиях среды. С вами Любовь Мишакова. Смотрите в информационном выпуске. Система взымания платы с большегрузов заработала. Новый прибор на вооружении инспекторов ДПС. Итоговое заседание клуба «Библиотекарь». Литературно-познавательное мероприятие «Джунгли зовут». Уважаемые десногорцы, с 17 по 19 ноября на территории нашего муниципального образования проводится командно-штабное учение по гражданской обороне. А как сообщается на сайте концерна «Росэнергоатом», российские станции с 17 ноября перешли на усиленный режим безопасности. Правительство России с 2015 года вводит систему оплаты «Платон». Теперь владельцы большегрузного транспорта будут возмещать ущерб, который наносят федеральным дорогам. Весногорск так расположен, что эта дорога практически единственная для сообщения с внешним миром. И все, что нужно для жизни города, к нам попадает на автомобильных колесах. С 15 ноября заработала система взимания платы с фур массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Десногорск – небольшой город, расположен вдали от федеральных трасс. По нашим улицам не разъезжают многотонные машины. Как нас может коснуться проблема, из-за которой протестуют водители-дальнобойщики по всей России? Десногорск обеспечивается продуктами в большей степени через крупные сетевые магазины. Вся продукция в наши магазины поступает большегрузными машинами. Мы заметили, как в последний месяц цены поползли вверх. Несмотря на то, что руководство Росавтодора заявляет, увеличения цен не будет. В наше время любой бизнес связан с грузоперевозками. Есть такая продукция, которую нельзя разделить и перевезти маленькими партиями. И увеличение затрат на перевозку незамедлительно повлечет за собой рост цены. Крупные предприятия в этой ситуации менее уязвимы, чем индивидуальные предприниматели, производство у которых связано с транспортными перевозками. Скажите, пожалуйста, вот увеличение транспортных расходов повлечет за собой увеличение цены на вашу продукцию? Несомненно. Несомненно повлечет. В каком размере еще пока не знаю, но будем по опыту двух-трех месяцев считать. А то, что повлияет однозначно, потому что все на колесах. И как оказалось, увеличение цен – это не единственная проблема для перевозчиков. С 15 ноября система взнимания платы заработала, но оказалась не готовой к исполнению своих функций. Полторы тысячи тонн мы закупаем сырья и производим готовые продукции. Вывозим где-то около трех тысяч тонн. Эти три тысячи тонн мы перевозим с помощью машин, разоподъемностью которых, естественно, больше 12 тонн. В среднем это выйдет где-то от трехсот до пятьсот тысяч рублей ежемесячно. Дополнительно придется платить. Очень оригинально ввели плату за проезд с воскресеньем. Система не отработана. Система непонятна, как она работает для простых потребителей. И даже более того, менее 50% участников этого рынка раздали датчики. Например, мы получить на свои машины не смогли, хотя не обращались, зарегистрировались две недели назад. Их просто нету. Мы их получить не смогли. С воскресенья работает штраф в районе 500 тысяч рублей, полмиллиона за первое нарушение. Как еще в пятницу платить было неизвестно. Ввели с воскресенья. В субботы банки не работают, оплатить нельзя. Соответственно, жизнь просто замерла. Мы не знаем, как выезжать, мы не знаем, что делать, оплатить не можем, датчиков нету, а уже с воскресенья всех ловят, кто не оплатил, и берут штрафы. Работа многих предприятий оказалась парализована из-за чиновничьих проволочек. Но это не помешает наложить на перевозчика штраф при отсутствии платы за проезд. А сейчас блок криминальных новостей. Подозреваемого в грабежах задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Десногорску. 7 ноября в полицию обратились работники одного из торговых павильонов третьего микрорайона. Они сообщили, что неизвестный мужчина похитил алкогольную продукцию и табачные изделия. Аналогичное заявление об открытом хищении из магазина, также расположенного в третьем микрорайоне Десногорска, поступало ранее 27 октября. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в грабежах и его местонахождение. Неработающий 28-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел. Свой поступок он объяснил финансовыми затруднениями. С 17 по 24 ноября на территории Смоленской области и в Десногорске в частности проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». Особое внимание будет уделено своевременному прохождению периодического медосвидетельствования и предрейсового медосмотра водителей, а также контролю за техническим состоянием транспортных средств. В период времени с 13 по 14 ноября 2015 года в Париже, столице Франции, в местах с массовым пребыванием людей, произошла серия терактов с использованием автоматического оружия и взрывных устройств. Уважаемые жители города Десногорска, в целях недопущения проведения подобных террористических проявлений ОМВД по городу Десногорску обращается к вам с просьбой о повышении бдительности, немедленном информировании правоохранительных органов о подозрительных предметах, разыскиваемых лицах и лицах, замышляющих совершение преступлений, в первую очередь экстремистской и террористической направленности, о подозрительных лицах, снимающих жилье, дачи, гаражи в наем, о лицах, вовлеченных в неформальные и радикальные течения, об оставленном бесхозном автотранспорте. Информацию можно предоставить по телефону отделения уголовного розыска 739-37-728-36, дежурной части 705-14 или 02. Около месяца назад сотрудники ГИБДД Десногорска получили на вооружение новый современный прибор – скоростимер АМАТА. Десногорские инспекторы изучили его возможности и уже активно используют в работе. Данный прибор фиксирует скорость на расстояние более 300 метров от точки его установки. При этом фиксируется скорость, расстояние до цели и конкретно автомобиль вместе с рессионным знаком. Данный прибор может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. И хочу заметить, что данные с этого прибора не убираются. Они автоматически фиксируются. И в случае неостановки трассно-средства данные автомобиля передаются в центр фото-видео фиксации. И потом, позднее, людям будут приходить штрафы за превышение установленной скорости. Мини-камеры позволяют выявить нарушителя и составить на него протокол прямо на месте. На фотографии из общего потока четко отмечена машина, превысившая скорость. Это исключит споры между водителями и сотрудниками ДПС. Я бы советовал водителям города Десногорска соблюдать скоростной режим, смотреть за знаками, ограничивающими максимальную скорость движения. Ну и по возможности не нарушать правил дорожного движения. Амата легко переносится и может быть установлена в любом месте автодороги. Скорее всего, будут выбираться участки, где есть ограничения скоростного режима. Смоленщина присоединится ко Всероссийскому дню бесплатной правовой помощи детям. Этот день приурочен к празднованию Всемирного дня ребёнка, отмечаемого во всём мире в честь принятия Организации Объединённых Наций 20 ноября 1959 года Декларации прав ребёнка. В регионе работает бесплатный телефон горячей линии, по которому можно получить консультацию по вопросам нарушения прав и законных интересов детей. Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8 800 200 122. Новости образования. Смоленщина переходит на электронные журналы и дневники. Школы используют автоматизированную информационную систему БАРС «Образование. Электронная школа». Система позволяет родителям контролировать успеваемость своих детей, посещаемость занятий и возможность написать письмо классному руководителю. При этом общей успеваемости класса они видеть не могут. Использование системы образования в школах Десногорска находится на этапе внедрения. Сейчас разрабатывается нормативная база, заполняются справочники и реестры, педагоги обучаются работе в информационной системе. 16 ноября в читальном зале Десногорской центральной библиотеки состоялось очередное заседание профессионального клуба «Библиотекарь». В этот раз встреча была посвящена Году литературы. Встреча профессионалов – это своеобразное подведение итогов работы библиотек в 2015 году в данном направлении. Кроме этого, традиционно были представлены библиографические обзоры толстых журналов для специалистов библиотек, подведены итоги участия в областных профессиональных конкурсах. Был повод рассказать о том, что мы выиграли областной конкурс «Библиотека года» о коллегах, профессионалах, потому что благодаря им все это сделано, и благодаря им мы достигаем таких успехов. И вот сейчас мы выиграли конкурс «Современный библиотечный ландшафт библиотечных территорий». И хотелось этим поделиться со всеми коллегами. Специалист Комитета по культуре и молодёжной политике Елена Иванькина, приглашённая на заседание клуба, вручила почётную грамоту библиотекарю Любови Губановой, которая отметила 60-летний юбилей. Поздравляем! А в детской библиотеке Десногорска в год литературы ежемесячно юных читателей знакомят с творчеством выдающихся писателей. 17 ноября учащиеся четвёртого класса четвёртой школы совершили увлекательное путешествие в мир джунглей по произведениям Редьярда Киплинга. На литературно-познавательном мероприятии «Джунглей зовут» ребята узнали всё о родине Редьярда Киплинга – Индии, познакомились с его биографией и вспомнили все его известные произведения. Каждый месяц библиотека был выбран самый большой, самый яркий, самый значительный писатель. Одним из таких писателей был и Редьярд Киплинг. У него юбилей в декабре, в начале декабря, 150 лет со дня рождения, именно ему было посвящено это мероприятие. Не секрет, что все рассказы и сказки Киплинг писал об индийской природе и животных, поэтому все конкурсы мероприятия были направлены на эту тематику. Ребята, разделившись на две команды – «Пантера» и «Шархан», смогли посоревноваться в познавательной викторине, показать свою смекалку в конкурсе «Охота в джунглях», продемонстрировать свою ловкость и умение работать в команде в весёлых эстафетах. А в последнем конкурсе показали своё умение организовать себя в работе. Часто хожу в библиотеку, и мне мероприятие очень понравилось. Больше всего мне понравились весёлые эстафеты. Мне сегодня больше всего понравилось разгадывать слова. Было интересно находить буквы и само слово. Я очень много читаю книг, мне понравилось на этом мероприятии «История об Индии». Я обязательно что-нибудь о ней прочитаю. В завершении мероприятия ребята, как настоящие жители джунглей, отведали экзотических фруктов и получили памятные подарки с символикой 2016 года – обезьянкой. Хорошие новости для любителей активного отдыха. Под Смоленском возведут горнолыжный комплекс. Это собираются сделать инвесторы из Липецка и Москвы при поддержке администрации нашей области. Искусственный снег позволит использовать три трассы для катания на лыжах и сноуборде общей протяжённостью более двух километров даже при плюсовой температуре. Оборудуют на территории комплекса «Волутина» и автозаправку для личного транспорта. Сейчас идёт оформление земельного участка, а непосредственно к строительству приступят в следующем сезоне. В Вязьме в центре города средь бела дня разрушили памятник архитектуры – дом номер 43 по улице Ленина. В начале прошлого века у владельцев этого дома семьи Нурак часто бывал в гостях Михаил Булгаков. Будущий писатель работал тогда в Вяземской больнице. Дом Булгакова был принят под охрану ещё в начале 1995 года. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова